Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». Сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев буквально на днях с визитом посетил Республику Куба, участвовал в торжественном открытии нефтяной скважины Бока-де-Харука. Казанский федеральный университет имеет к этому самое прямое отношение. Япония далёкая и близкая. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров уже далеко не в первый раз посещает эту страну. Что же так связывает КФУ и Японию? Личность Льва Толстого, великого писателя, студента Казанского университета вновь обсуждали в КФУ вместе с правнуком писателя, советником президента России Владимиром Толстым. В конце сентября в университете начал свою работу форум, посвященный 75-летию открытия электронного парамагнитного резонанса. Результат исследований Евгения Завойского, профессора Казанского университета. Итак, Дмитрий Медведев, премьер-министр России, буквально на днях с визитом посетил Республику Куба. Участвовал он в торжественном открытии нефтяной скважины Бока-Дохорука. Известно, что Куба страдает от нехватки нефти. Вернее, на Кубе есть нефть, и даже её очень много, но проблема в том, что эта нефть высоковязкая. По сути, это битум. Эта нефть тяжело добываемая нефть, и до сих пор добыча такой нефти была нерентабельна. Российская нефтяная компания «Зарубежнефть», используя исследования Казанского федерального университета, начала рентабельную нефтедобычу на Кубе. Об этом и не только. Смотрите наш репортаж. Технологии Казанского федерального университета в области нефти переработки всё чаще становятся востребованы не только на территории России, но и всего мира. Казанский федеральный университет и «Сколтех» в сотрудничестве с «Зарубежнефть» приняли участие в разработке технологии бурения первой горизонтальной скважины на месторождении Бока-де-Харука на Кубе. 4 октября в рамках своего визита на Кубу нажал на кнопку старта председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Две технологии будем опробовать. Это какие глубины? 600 метров. Такие нестандартные решения подбирали ведущие российские научные организации. Среди них «Сколтех» и Казанский федеральный университет. В планах у нефтяников открыть ещё две установки. По оценочным данным, компании «Зарубежнефть» запасы месторождения составляют более 3 миллиардов тонн нефти. Всего планируется бурение трёх горизонтальных скважин. С помощью них будут испытывать две технологии – парациклическая обработка горизонтальной скважины и парагравитационный дренаж. Стоит отметить, что основные запасы Кубы – это трудноизвлекаемая нефть. Имея богатый опыт работы с углеводородным сырьём, учёные приоритетного направления «Эко-нефть» несколько лет помогают кубинским коллегам повысить добычу. Ожидается, что разработки КФУ, с которыми представители кубинских компаний знакомы не понаслышке, повысит эффективность добычи с наименьшими затратами. Но ведь чтобы принять участие в столь масштабных проектах, нужно не только придумать и реализовать научный проект, но и подготовить соответствующие кадры. Для этого в Казанском федеральном университете реализуются различные образовательные программы совместно с нефтяными партнёрами и вузами. Так, в августе 2019 года состоялся набор на первую магистрскую программу двойных дипломов «Петролиум инженеринг». В прошлом году компания «БиПи» приняла решение выбрать один университет и целевым образом вложиться в эти средства, которые она вкладывала раньше, в 5 или 10 университетов российских, вложить в один университет. И вложение направлено было на то, чтобы создать какую-то очень интересную, современную магистрскую программу. Состоялся такой конкурс. Мы на этот конкурс представили своё предложение. Мы представили предложение о создании магистрской программы «Петролиум инженеринг» совместно с «Империал колледж Лондон». Почему выбрали «Империал колледж»? Потому что это, наверное, учебное заведение номер один. Оно входит в десятку лучших вузов мира. И, наверное, это номер один университет, где готовят самых лучших специалистов в области «Петролиум инженеринг». У них была годовая магистратура. Есть она, существует магистратура такая. Но она очень дорогая, очень дорогая. И мы предложили такую программу, двухгодичную, совместную магистратуру. Один год они учатся в Казани, второй год учатся в Лондоне. Компания BP приняла решение направить финансовые средства на поддержание предложенной КФО магистрской программы совместной с «Имперским колледжем Лондона». Ещё одним партнёром стала нефтяная компания «Роснефть». Руководство компании проявило инициативу участия в реализации поддержки данного проекта. Столь дорогостоящего курса на базе университета ещё не было. За тот период, пока мы сотрудничаем, произошло поглощение компании ТНК BP в компании «Роснефть». И теперь вот в этой большой компании «Роснефть» у BP есть, скажем, своя доля акций, пропорциональна той стоимости, которая была раньше в ТНК BP. И поэтому все вопросы, поскольку эти сейчас, с точки зрения корпоративного законодательства, они должны и координировать, и согласовывать друг с другом. И на самом деле это беспрецедентное явление, когда вот фактически это двойной диплом. Люди, студенты, очень маленькая группа, 10 человек, лучшие по всей стране, тоже отобраны специалистами компании «Роснефть» и BP. И нашими специалистами они будут проходить обучение здесь. И в одном из лучших мировых заведений в области Petroleum Engineering – это Imperial College. Имперский колледж Лондона входит так называемый «Золотой треугольник», в котором также числятся Оксфордский и Кембринжский университет. Стоит отметить, что три этих университета входит в десятку лучших университетов мира. Надо сказать, что в области, хотя у нас есть специальный вроде бы институт геологии, нефтегазовых технологий, фактически он начал в новом формате заниматься нефтью, нефтепереработкой с 2013 года. И поэтому для того, чтобы войти, а Imperial College у него всегда вот в области этой сферы Petroleum Engineering была одна из самых лучших программ. И здесь, с одной стороны, получается, мы получаем как бы международную аккредитацию, мы даем возможность, что дипломы наших студентов, они были бы нострифицированы и получили международное подтверждение. Продолжительность обучения составляет два года. Первый год в Казани, второй в Лондоне. В случае успешного окончания обучения выпускники получат сразу два диплома – КФУ и Имперского колледжа Лондона. Первый набор прошел в августе текущего года. В нем участвовали абитуриенты из разных регионов России. Всего после долгого отбора и собеседования студентами, обучающимися в рамках программы Petroleum Engineering, стали 10 человек. Если говорить про, как мы их отбирали, во-первых, они пишут сначала письмо о том, что они хотят поступить в эту программу, и, конечно, баллы свои показывают, и баллы должны быть не ниже определенного уровня, почти пятерки. И плюс они должны иметь сертификат, знание языка, международный признанный сертификат, тоже довольно высокого уровня, не все подходят. То есть это уже вот сначала вот эти вот вещи простые, да, такие вещи, скажем, а потом они приходят, уже сдают письменный такой тест, хороший, и после этого приходят на собеседование. Что касается дальнейшей реализации программы и основных требований к кандидатам, то в первую очередь внимание будет уделено продемонстрировавшим успехи в академической деятельности в течение своего обучения. Согласно условиям сотрудничества с университетами, нефтяная компания «Роснефть» покроет расходы на обучение проживания в Казани и в Лондоне, а также организацию производственных практик во время обучения. Получая образование, магистры данной программы смогут найти себя в любых сферах, связанных с разработкой нефтегазовых месторождений. Большое внимание будет уделено практическим занятиям студентов, которые смогут выезжать на месторождение и геологические объекты. В рамках программы магистры воочию увидят, как ведется разработка и допыча нефти в разных странах. Студентов прекрасных, которые были прекрасны, английский, мотивация очень хорошая, они знали, что хотят, где хотят работать. И причем на этот отбор приехали 10 дочек «Роснефти». То есть это добывающие организации, которые хотели получить этого специалиста. В итоге было очень такое драматическое обсуждение, и отбор был такой интересный. И в процессе которого эти все 10 студентов были распределены по 8 предприятиям «Роснефти». То есть предприятия «Роснефти», сами пообщавшись с этими студентами на этом экзамене, на этом собеседовании, они выбрали тех студентов, которые хотели. И вот тут развернулась такая борьба между ними. Знаете, я наблюдал, очень интересно было, что каждый хотел вот этого мальчика или вот эту девочку забрать себе. То есть, понимаете, еще они не обучились ничему, да, они уже их хотят забрать. Технические специалисты, закончившие программу, смогут в частности сами проводить геологическое моделирование, оптимизировать добычу углеводородов на месторождениях, участвовать в различных проектах. Все они получат возможность трудоустройства в дочерних компаниях «Бритиш Петролиум» и «Роснефть», а также в других перспективных проектах. На днях состоялось подписание принципиально новой магистрской программы двух дипломов, которая называется «Петролиум Ингенеринг». Как вы догадались, по названию это связано с нефтью. Да еще с какой? В программе участвуют четыре больших участника. Это две ведущие нефтегазовые компании мира. Британская «Бритиш Петролиум» и наша отечественная компания «Роснефть». Кроме того, здесь участвует Имперский колледж Лондона и наш Казанский федеральный университет. Программа рассчитана на два года обучения. И данная программа ведется и строится так. Первый год обучения в Казани, второй год обучения происходит в Лондоне. И, соответственно, выдаются два диплома. Один диплом Имперского колледжа Лондона, а второй диплом нашего Казанского федерального университета. Должен вам сказать, что данная программа является плодом многолетнего сотрудничества нашего Казанского университета с компанией «Роснефть», который в последнее время получил новое дыхание. В прошлом году наш университет стал базовым университетом компании «Роснефть». И теперь на базе нашего университета не только проходят переподготовку в рамках программы повышения квалификации специалисты «Роснефть», но и силами Института геологии и нефтегазовых технологий нашего университета производятся разнообразнейшие работы для разнообразнейших подразделений огромной компании «Роснефть». Сама магистрская программа между нашим университетом, Имперским колледжем Лондона, «Роснефтью» и «Бритишпетролем» является составной частью большой дорожной карты запущенной в феврале 2019 года в присутствии президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И эта программа между «Бритишпетролем» и «Роснефтью» в чате многолетнего плодотворного сотрудничества. Отрадно видеть, что составной частью данной программы является и наш Казанский федеральный университет. Пожелаем удачи и успехов студентам, которые прошли достаточно тяжелый отбор и стали участниками этой кампании. Пока их немного, всего 10 человек, но мы уверены, что программа будет набирать обороты, шириться и таким образом будет реализовываться участие нашего университета в программе сотрудничества с действительно реальным сектором экономики. Делегация Казанского федерального университета, в составе которой ректор Ильшат Гафуров и проректор Дмитрий Таюрский в начале октября посетил Японию. Казанский университет тесно связан с университетами страны восходящего солнца. Надо сказать, что университет сотрудничает с вузами Японии с середины 90-х. И на сегодня список партнеров из Японии весьма-весьма обширен. Высокий уровень сотрудничества наиболее ярко, наверное, был подтвержден тем, что перечень совместных проектов Института Рикен Япония и Казанского федерального университета в 2016 году вошел в специальный информационный выпуск для руководителей России и Японии УАР Тамадочи. Стоит отметить, что буквально за две недели до визита делегации Казанского университета в Японию ректор Ильшат Гафуров принял участие в восьмом форуме ректоров России и Японии, проходившем в Московском государственном университете. О партнерстве Казанского федерального университета и японских вузов смотрите в нашем репортаже. Делегация Казанского федерального университета в составе ректора Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского находится с визитом в Японии, приуроченного к участию в форуме «Наука и технологии в обществе-2019». В первый же день визита ректор Куфу Ильшат Гафуров провел две деловые встречи в Токио, переговоры в медицинской компании Джишангрила Медикал и Токийском университете. Казанский федеральный университет тесно связан со страной восходящего солнца. У истоков сотрудничества Куфу и университетов Японии стоит проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Еще в конце 90-х годов начали налаживаться контакты сначала по физике, а затем перечень проектов расширился и по другим областям. Именно тогда было подписано соглашение о сотрудничестве и студенческом обмене между канадзавским и казанским университетами. Стратегическим же партнером ВУЗа, начиная с 2008 года, является Исследовательский институт РИКЕН, занимающийся исследованиями широкого диапазона физика, химия, биология, медицинские исследования, инженерия и компьютерная техника. В 2011 году ректор Казанского университета Ильшат Гафуров лично посетил научно-исследовательский институт РИКЕН для более детального ознакомления с его деятельностью. С этого момента развитие сотрудничества двух университетов стало принимать все более динамичный характер. Благодаря совместной работе Казанского федерального университета и РИКЕН появилась возможность партнерства со многими ВУЗами Японии по различным направлениям. В 2015 году в рамках визита в КФУ университета Джунтенда было озвучено решение перенять опыт Казанского федерального в создании симуляционного центра. В то время в Японии симуляционная медицина находится на начальной стадии развития. Именно поэтому японских коллег заинтересовал российский опыт. В октябре 2015 года состоялся ответный визит президента университета Канадзавы Кояцу Ямадзаки в Казанский федеральный университет. Визит проходил в преддверии встречи ректоров ведущих университетов России и Японии в Москве. Высокий уровень партнерства КФУ с японскими университетами был продемонстрирован тем фактом, что перечень совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и РИКЕН вошел в специальный выпуск правительственного информационного сборника ВИА-Тамадочи, посвященного сотрудничеству Японии и России и опубликованного в преддверии визита в Японию в декабре 2016 года президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Миниханова в 2017 году сотрудничество между Казанским федеральным университетом и Японским институтом РИКЕН вышло на качественно новый уровень развития. Заработал центр КФУ в РИКЕН, в котором уже прошли стажировку врачи университетской клиники и сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. А в августе этого же года было получено подтверждение от университета Канадзавы о выигрыше совместной заявки КФУ университет Канадзавы РИКЕН по программе грантов подготовка лидеров будущего Министерства образования, культуры, спорта, науки Японии. Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил с ответным визитом университет Киндай. Напомню, что буквально на днях президент университета Киндай Йошихиха Хасои побывал в нашем университете и встречался с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. За последние годы сотрудничество между научными центрами росло. Имеются два подписанных соглашения, в рамках которых реализуются обменные программы со студентами. Были намечены новые векторы развития взаимодействия между университетами. Всё это обсуждалось на площадке восьмого форума ректоров России и Японии, прошедшего также в конце прошлого месяца. Восьмой международный форум ректоров университетов России и Японии проходил на площадке Московского государственного университета. Всего в форуме приняло участие около 190 ректоров и проректоров высших учебных заведений двух стран. Российская Федерация была представлена 26 вузами, Япония – 30. Ректор Ильшат Гафуров выступил на форуме с докладом. А вот сейчас я хотел попросить выступить ректора университета, который играет очень важную роль в системе образования нашей страны. Я хочу попросить выступить ректора Казанского или Приволжского федерального университета Ильшата Равкача Гафурова. Пожалуйста, Ильшат Равкач. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые наши сопредседатели. Я тут же в своем выступлении коротко расскажу о наших взаимоотношениях с японскими коллегами. Интенсивные взаимоотношения нашего университета с японской стороной началось без малого четверть века тому назад. И были связаны поначалу только с одним нашим институтом, это институтом физики. И первым нашим японским партнером стал университет Конозава, о котором сегодня уже много говорили здесь, в этом зале. В основном это были совместные исследования в области физики низких температур. На сегодняшний день нашими ключевыми партнерами в Японии являются Академический институт Рикен и университет Конозавы, с которыми у нас подписаны соглашения о сотрудничестве, а с 2018 года действует трехсторонний договор КФО Рикен-Конозава, что дает основания говорить о создании своего рода тоже консорциума. Кроме этого мы связаны долгосрочными двухсторонними соглашениями с университетами Кендай, Джунтенде, Цукуба, Каямы и так далее. Они все приведены здесь на слайде. Сотрудничество налажено в таких научных областях, как физика, медицина, органическая химия, биология, астрономия, математика и лингвистика. Последний год, в 2019 году мы начали работать в области педагогики. Установление партнерства подразумевает совместные научно-исследовательские разработки и реализацию программ стажировки преподавателей и исследователей, обучение студентов по совместным образовательным программам. О масштабах наших партнерских отношений можно судить по количеству и качеству наших совместных публикаций. Их примерно 270, точнее 269 за последние 4,5 года. И по уровню академической мобильности. Самые прочные и плодотворные отношения у нас установились, как я уже говорил, с Конозавским университетом, что в частности даже нашло отражение в специальном выпуске буклета Кабинета министров Японии в 2018 году в преддверии визита премьер-министра Японии господина Абба в Россию. В 2017 году нами и университетом Конозавы в команде с нашими другими стратегическими партнерами, в особенности с Институтом Реген и рядом российских университетов, удалось выиграть грант правительства Японии по подготовке лидеров будущего. Этот проект направлен на масштабную подготовку специалистов по широкому спектру программ, это и культурные обмены, и программы двойных дипломов в области фундаментальных наук и современной инженерии, подготовка аспирантов по биомедицинскому направлению. В рамках данного проекта в 2018 году 86 студентов из Конозавы прошли обучение по программам разного уровня в нашем университете и 43 казанских студента в университете Конозавы. И эти цифры, я думаю, будут только расти. Наше сотрудничество распространяется как на область образования, так и на область научных исследований. Это нам позволяет развивать кооперацию и с промышленными компаниями. В частности, отмечу, что на территории Республики Татарстан расположена компания ICR, которая является дочерней компанией фирмы Fujitsu, и, безусловно, представители этого бизнеса нуждаются в подготовке специалистов в области как IT-технологий, которые владели бы в то же время и знаниями в области культуры и японского языка. Поэтому уже третий год по 12-15 наших выпускников, намеренных связать свою будущую профессию в компанию ICR, отправляются за счет данной компании в университет Конозавы и в течение полугода обучаются на его площадке. Казанский федеральный университет активно вовлечен в реализацию национальных проектов в рамках стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. И здесь мы серьезно опираемся на результаты нашего взаимовыгодного сотрудничества с японскими университетами и институтами. Но приведу только один пример, он тоже связан с биомедицинской тематикой, о чем здесь очень много говорилось, уже предыдущие выступающие. Так вот, наш совместный проект с рекеном в области биомедицины был отмечен как один из самых успешных в рамках российско-японских связей при подготовке визита уже президента Российской Федерации Владимира Владимировича в Японии в 2016 году. Сегодня мы реализуем уникальную систему взаимодействия, когда на базе рекен было организовано исследовательское подразделение нашего Казанского университета, официальной миссией которой является развитие совместных проектов с Казанским федеральным университетом в области биомедицины. Значит, мы получили доступ ко всему оборудованию рекена, за что хотелось бы огромные слова благодарности высказать здесь японским нашим коллегам. В то же время на базе Казанского федерального университета, значит, используя лучшие практики рекена, мы фактически с нуля построили лабораторию для геномных исследований и выполнения совместных проектов с японскими партнерами. Используя весь потенциал взаимодействия с японскими коллегами за последние годы, нам удалось запустить на своей базе ряд без преувеличения знаковых проектов для Российской Федерации. Так, оценив высокий уровень готовности лаборатории к качественному выполнению геномных исследований, РУСФОНД запустил на нашей базе высокопроизводительное типирование доноров костного мозга. Мы где-то на сегодняшний день на 25 тысяч выйдем в конце этого года. Реализуется амбициозный проект анализа наследственных мутаций в онкологии, который охватывает практически все регионы нашей страны. Должен сказать, что работа Федерального Казанского нашего университета с рекеном в области биомедицины отмечена как один из успешных примеров эффективного взаимодействия стран в области биомедицины. С этого года мы также расширяемся, инициируем ряд исследований с университетом Конозавы как в области наследственной генетики, так и в плане трансфера новых технологий типирования доноров костного мозга, где Конозавский университет обладает уникальными разработками. Реализация проекта по наследственной генетике в онкологии объединила усилия исследователей и врачей из ряда организаций Российской Федерации и Японии. Могу утверждать, что создана самая большая на сегодняшний день база данных по наследственным генетическим особенностям, связанным с развитием онкологии. Реализация данного проекта идет в ключе так называемой трансляционной медицины, так как результаты исследований уже привели к коррекции тактики лечения нескольких сотен пациентов и позволили выявить ряд уникальных для России особенностей. По данной программе, благодаря взаимодействию с японскими исследователями и с онкодиспансером Республики Татарстан, с нашей собственной университетской клиникой и клиническими учреждениями из более чем 20 регионов страны, созданы и развиваются беспрецедентные по объему для СНГ базы данных наследственных мутаций. Собрано более полу-три тысяч образцов на сегодняшний день в самых распространенных типах рака, включая рак молочной железы, рак яичника, рак пищевода, рак крови и другие. Несомненно, что на сегодня Казанский федеральный университет вырывается в число лидеров в России, в части научно-образовательных контактов, а также в области реализации совместных научно-исследовательских проектов с японской стороной. Личность Льва Толстого, великого писателя, студента нашего университета вновь обсуждали в КФУ вместе с правонуком писателя, советником президента России Владимиром Толстым. В рамках визита советника президента состоялась презентация скульптурной группы русского писателя Льва Толстого, татарского поэта Габдолу Итукая и девочки, символизирующей будущие поколения. Во дворе главного здания университета в ректорском садике также состоялось возложение цветов бюсту Льва Николаевича Толстого, его правнуком Владимиром Толстым в сопровождении проректора Рияза Мензарипова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялась вторая международная толстовская конференция, в открытии которой принял участие праправнук Льва Толстого, советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой. Толстой считал, что не нужно задача учителя не напичкать голову ученика объемом знаний, а пробудить в нем жажду познания, пробудить этот интерес невероятный. Ты делаешь это не для кого-то. Ты читаешь даже не для профессора, которому ты будешь отвечать и получать какую-то оценку. Ты это делаешь для самого себя, потому что с чтением каждой следующей мудрой и блистательной литературы ты становишься шире, ярче, богаче, а для тебя открывается мир. Владимир Толстой также посетил и Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, в котором совсем недавно открылся новый памятник Льву Толстому и Габдуле Тукаю. Вместе с первым проректором Риазом Минзариповым они возложили цветы в дань уважения великим писателям. Мне очень нравится, как это сделано. И главное, что в этом есть большой такой философский гуманитарный смысл. Это такая объединительная и очень позитивная композиция, которая говорит о том, что жизнь устремлена в будущее, что и Толстой, и Тукай остаются с нами. Эта маленькая девочка символизирует следующие поколения, которые понесут с собой и русскую, и татарскую культуру. Цветы возложили к бюсту Льва Толстого, который был открыт еще в 2018 году и расположен в ректорском садике Казанского федерального университета. В конце сентября в университете начал работу форум, посвященный 75-летию открытия электронного парамагнитного резонанса, результата долгих исследований Евгения Завойского, профессора Казанского университета. С 23 по 27 сентября в Казанском федеральном университете прошел международный научный форум, посвященный 75-летию со дня открытия Евгением Завойским в Казанском университете явления электронного парамагнитного резонанса. Традиция проводить конференцию зародилась более 20 лет тому назад. Много выдающихся людей работало в стенах Казанского университета, но имя Академика Завойского занимает особое место в этом перечне, ведь именно он был автором магнитного резонанса. Это был человек, который был такой уникальный экспериментатор, понимающий физику. До конца жизни ученые заваливали Евгения Константиновича письмами с просьбой им помочь применить его метод. Этот способ помог установить допустимую дозу радиации для персонала атомных станций, подробно изучить реакции при фотосинтезе, а также облегчить геологическую разведку при поиске полезных ископаемых. Достижения в области развития методов магнитного резонанса, их приложения в различных научных областях были отмечены 13 Нобелевскими премиями. Сам Евгений Завойский эту премию так и не получил. Существует разное там объяснение, почему он не получил Нобелевской премии, но тем не менее это факт. Одно из объяснений такое, что он достаточно мало занимался в рамках этой тематики, поскольку он должен был уехать и заниматься уже, так сказать, ядерным проектом. И я такое мнение слышал, когда было сто лет за войском, мы проводили конференцию, приезжали иностранные ученые, они говорили о том, что для того, чтобы получить Нобелевскую, надо не только открыть, но и понять величие открытия. А реально большого количества публикаций у Евгения Константиновича по этому направлению не было. Его работа коснулась не только физики, но и жизни обычных людей, позволяя сохранить здоровье, развивать промышленность и достигать новых высот для нашей страны, а сегодня уже и для многих других стран. Любое, так сказать, реально детальное исследование, независимо от области, оно все равно упирается в знания внутренних процессов. А ЭПР, это, так сказать, позволяет разобраться, какие процессы происходят, позволяет получить информацию о внутреннем устройстве, так сказать, того или иного изучаемого объекта. Участие в конференции приняло порядка 100 ученых из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Я считаю, что эта конференция, которая проводится в Казани ежегодно, она является самой мощной из ЭПР-конференций, проводимых в мире. Это мой первый визит в Казанский университет. Раньше я тут никогда не был, и хотелось бы пойти на мероприятие, как экскурсию по лаборатории Завойского, посмотреть лабораторию непосредственно, потому что сейчас у нас время конференции, но хотелось бы посмотреть на установки, потому что я занимаюсь экспериментальной физикой. В целом ЭПР-сообщество, оно не очень большое, и мы здесь почти все друг друга знаем. Ну да, новые какие-то доклады всегда интересно слушать. Вот еще два года назад я был, и темы совсем другие поднимались. Сейчас немного сменилась, ну не парадигма, а мода. Два года назад я уже приезжала на эту конференцию в Казань. Я во второй раз, и мне очень нравится здесь. Обязательно еще вернусь. В рамках конференции стоялась торжественная церемония вручения Международной премии имени Завойского, учрежденной в 1991 году. Она ежегодно вручается в Казани российским или зарубежным ученым, внесшим выдающийся вклад в применение и развитие электронно-парамагнитного резонанса в любой области науки. В этом году ее обладателем стал профессор Японского университета Кобе Хитоша Охта. В республике высоко ценят достижения нашего выдающегося соотечественника Евгения Константиновича Завойского. В республике традиционно в этот день чтят память выдающегося ученого. Безусловно, для всех присутствующих, наверное, будет просто как напоминание, что премия Завойского появилась и была основана в 1991 году, и уже 35 лауреатов и видных ученых сегодня из разных мир являются лауреатами этой премии. В этом году на премию претендовали 27 номинантов, однако комитет единогласно решил вручить заслуженную награду профессору Хитоши Охте из Японии. Я очень рад и горд, что получил премию имени Евгения Завойского в такую особую дату – 75-летие со дня открытия данного явления. В Казанском университете я уже в седьмой раз. В 2006 году я посещал эту же церемонию. В этом году организаторами было решено объединить вручение международной премии имени Завойского с церемонией награждения победителей и призеров конкурса на соискание «Казанск». Эта премия носит особый оттенок, поскольку эта премия вручается в год 75-летия открытия электронного парамагнитного резонанса в стенах Казанского федерального университета. И изначально эта премия, конечно, рассматривалась нами как премия в области физики, более тесно связанная именно с резонансными явлениями, с магнитным резонансом. Но вы понимаете, что время идет, технологии меняются очень быстро, молодые люди подстраиваются под те тренды, которые появляются практически каждый год, новые. И мы уже который год подряд рассматриваем эту премию как премию вообще в области физики, потому что вообще говоря, ведь Евгений Константинович Завойский был человеком широчайшей эрудиции, работавший во многих областях физики и сделавший множество открытий. Лауреатом Казанской премии имени Заводского в направлении прикладных исследований стал доцент Института физики КФУ Дмитрий Чекрин. Он уже несколько лет связан с одним из масштабных проектов по созданию беспилотного транспорта совместно с компанией ПАО «КамАЗ». Стоит отметить, что КАМАЗ и КФУ создают целую серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и на основе перспективных моделей автомобилей. Занимаемся задачами в области как раз автоматизированных систем, экспертных систем, в том числе системами беспилотного транспорта, системами машинного зрения, машинного обучения. И эти технологии, они применяются, в принципе, во всех, без исключения, направлениях деятельности университета САЕ, то есть и в фундаментальной медицине, и в САЕСТРО «Вызов», который как раз базируется на базе Института физики. В направлении физических исследований лауреатом премии стал ведущий инженер управления научно-исследовательской деятельности Казанского университета Тимур Сафин, который представил свою кандидатскую работу, священную им буквально этим летом. Ранее мои коллеги из лаборатории становились лауреатами этой премии, занимали первое место, второе место. И вот в этом году я зачастил свою кандидатскую диссертацию летом. И вот 26 сентября был, или раньше, было объявлено об этом конкурсе. И я вот решил тоже попытать свой шанс и податься на эту премию. Организаторами премии выступает Казанский федеральный университет, Казанский физико-технический институт имени Заводского, Комитет по делам детей и молодежи Казани. Учрежденный еще в сентябре 1997 года, к 90-летнему юбилею Евгения Заводского, премия ежегодно присуждается за значительное достижение в экспериментальной, теоретической и прикладной физике. За 20 лет существования конкурса премию получило более 60 младых ученых. Именно многих ее обладателей сегодня известны в научном мире и успешно продолжают традиции Казанской физической школы за ее пределами. Трагическая новость настигла нас. 30 сентября ушел из жизни ученый-химик, известный популяризатор науки Аркадий Курамшин. Ему было это всего 49 лет. Это был очень контактный, открытый ученый для всех средств массовой информации. Казалось, его знают все. Наш телеканал активно сотрудничал с Аркадием Курамшиным. На 49-м году ушел из жизни ученый, преподаватель Казанского федерального университета и видный популяризатор науки Аркадий Курамшин. Проводить последний путь ученого-химика пришли его родные, коллеги и многочисленные ученики. Он был уникален в его любви к химии. Его способность это выразить, устно сказать на лекции. Его способность это написать. И при всем этом он был прекрасный человек, добрый, отзывчивый, теплый. С ним было приятно всегда поговорить. Он просто притягивал к себе людей. Его сегодня нет. К сожалению, так бывает, но так случилось. Для университета, для всего университета это огромная потеря. Многим людям он запомнится грандиозной работой, направленной на популяризацию науки. Рассказать о химии доступно для читателей, сделать ее интересной для огромного количества людей. Особый талант, которым, несомненно, обладал Аркадий Курамшин. Его, несомненно, был талант педагогический. Он прекрасно объяснял химию. Очень хорошо он, благодаря ему, на химфакт поступило очень много талантливых школьников. Очень хорошо у него получалось их увлекать химией. И нам интересно, он рассказывал. Пусть земля будет пухом. Аркадий Курамшин известен как журналист. Автор научно-популярных книг, ведущий рубрики радиокафедры на БИМ-радио. В начале этого года он стал победителем Всероссийской премии за верность науке. Человек очень разносторонних талантов. Об этом, наверное, никому рассказывать и не нужно. Все прекрасно знают, кто он, что он, чего умел, каким он был. Единственное, чего очень жалко, это то, что этот человек так рано ушел, так много не сделал. Судя по количеству провожающих сегодня его в последний путь людей, это, конечно, человек с очень широким кругозором, человек, обожаемый, любимый своими студентами. Итак, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Вел программу Ильдар Каримов. Все доброе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова